Девушки отдыхают Сегодня в программе Да мне даже без него кусок в горло не лезть Я на 5 килограмм похудела Я постоянно скучаю по нему Я хочу, чтобы он был рядом Пусть даже со своими всеми этими интересами Я хочу, чтобы он был со мной Красавица и умница Алена Самарина Неожиданно для окружающих Вышла замуж за фитнес-тренера Никита искренне полюбил девушку И ему было обидно, что она Стесняется его Перед своими друзьями В молодой семье начались ссоры И по прошествии неполного года Никита решил, что пора Разводиться Однако теперь Алена стала бороться За брак с человеком Которого ранее называла Тупым и примитивным А его заработки, извините, конечно Но совсем были нестабильны К тому же в последние годы он вообще ничего не зарабатывал Просто валялся на диване В очередном наркотрите Да-да-да, наркоман Все понятно с тобой Регулярные измены Бесконечные тусовки Наркотики и алкоголь Вот главные составляющие Супружеской жизни Александра Корнеева И его жены Стриптизерши Нины Чуть не скончавшись от наркотиков Мужчина решил Начать новую жизнь Сегодня он требует развода И хочет забрать 12-летнюю дочь Которой не место Рядом с матерью Наркоманкой Здравствуйте, прошу всех садиться Судебное заседание объявляется открытым Слушается дело по иску Самариной Никиты Антоновичек Самариной Алене Витальевне О расторжении брака Алена Витальевна Самарина на развод не согласна В зарегистрированном браке вы прожили 11 месяцев всего И детей у вас нет Имущественного спора также между вами нет Все правильно Значит вы являетесь Никита Антонович Инициативной стороной этого развода Поэтому вы должны сейчас изложить суду На каких основаниях вы считаете Что после заключения брака всего 11 месяцев А брак уже должен быть расторгнут Здравствуйте, Ваша честь Никогда не думал, что женюсь И так скоро придется разводиться Дело в том, что я работаю в фитнес-клубе Инструктором И познакомился С своей супругой Аленой Именно там То есть у меня вообще есть табу такое Не знакомиться с женщинами В фитнес-клубе То есть не заводить отношения каких-то Вот где-то там за пределами Да, но в клубе нет Но пришла Алена И у меня как-то вот сразу К ней возникли какие-то чувства Да, определенные То есть которых не было никогда Вот она мне понравилась Она была такая Видная девушка Такая вся симпатичная Веселая В общем-то привлекательная Ну и честно говоря Вы не смогли устоять И нарушили свои принципы Не заводить Романов на работе Да, вот Поняла вас Никита Мы стали с ней общаться Вот как-то ходили там в кофе попить Погулять Но в то же время С ее стороны Не было каких-то таких Ко мне Какого-то влечения Да, и она все время мне отказывала То есть Ну и потом вообще исчезла Из клуба Перестала ходить на тренировки Вот Какое-то время Ну и я как бы совсем Начал ее уже немного забывать И вдруг она объявляется И говорит Что Вот ты мне очень нравишься Давай мы с тобой поженимся Честно говоря Я был в шоке конечно Да, в тот момент Но Скажу честно Не смог устоять В общем-то да Опять же Опять же Чувства проснулись Да Ну какие чувства Любовь возникла Любовь Конечно Она и была Просто она немножко Чувство голода Чувство стыда А тут любовь Любовь Так и есть Вот Ну и собственно говоря Мы с ней поженились Вы решили Что эта женщина Достойна того Чтобы стать спутницей В вашей жизни Ну и что же пошло не так Вы знаете Вот по происшествии Какого-то времени Я понял Что мы совсем разные С ней люди То есть Ну она как-то Больше там Искусство Да Книги какие-то Почитать У нее У круг Общение другое Друзья А я такой спортсмен Знаете Мне потренироваться Покачаться В общем-то Свои какие-то увлечения Да И я стал замечать Что она в мой адрес То есть говорит Какие-то неприятные слова Да Что я там Какой-то отстал И там тупой Да Никуда не хочу с ней ходить Ни с кем общаться С кругом ее друзей Вот Когда мы В компании моих друзей Она мне начинает оскорблять Начинает какие-то слова Говорить на меня Да Ну какие оскорбления Это в чем вас оскорбляет То что она предъявляет Какие-то Может быть пожелания Что вы должны Может быть больше читать Увлекаться искусством Разделять И ее интересы Она же ваши интересы разделяет А она же в фитнес ходит Ну вот и вы разделяете ее интересы Да Ваша честь Я послушал ее Я начал читать книги По ее совету Прекрасно Прочитал несколько книг Несколько Мало Да Соже Ницына, Бунина даже почитала Надо читать книги С сотнями и тысячами Даже спортсмены Я не против, конечно Ваша честь Ну просто у меня тоже Свои увлечения есть Да Я прихожу с работы Наобщавшись с людьми Мне хочется отдохнуть Полежать Вот как-то сериал какой-то посмотреть Да Да Она меня попросила Я почитал книги какие-то Да Но в то же время Я ее тоже просил Давай с тобой будем пробежки делать Три раза в неделю Вот Она почему-то начала отказываться Да Не поддерживала меня Ну то есть Мы Какие-то совсем На разных в общем-то Полюсах с ней находимся Ну понятно То есть общность интересов Вот ваша проблема Хорошо Это все? Вы знаете, Ваша честь Вот если честно То Самой важной причиной Да Наш вот Моего Как бы Претензии на развод Это в том Что у меня есть Другая женщина А Не пробежки виноваты Это тоже Тоже дает о себе знать Но Да, Алена У меня есть другая женщина То есть вы вступили в новые отношения И то, что вы планируете развивать Свои новые отношения Является как раз причиной Конечно По которой вы хотите Расторгнуть Вот этот вот Достаточно Короткий еще Брак Так и есть Хорошо Ну тогда я должна Ознакомиться с позицией Вашей супруги Алена Витальевна Давайте тогда Вы вашу позицию Изложите Я на развод Не согласна Потому что Я своего мужа люблю Ну Да Сейчас конечно Он прав Говорит что я его унижала Виновата Было дело Но сами понимаете Поженились Страсть угасла Начались будни Мы с ним действительно Разные Потому что я Из творческой Интеллигентной семьи Он спортсмен Из простой Я вам честно скажу Мне так бесила Его вот эта жизненная позиция То мышцу покачать То по телеку Какую-то ерунду посмотреть Его вот эти Мещанские замашки У нас вообще Все разговоры сводили Алена Витальевна Что вы говорите Такое Вы выходите замуж За человека Который работает В фитнес-центре Это его Это его мир Ну Вы предъявляете К нему сейчас Такие претензии Что он не из вашего круга Но выходили бы замуж За человека из вашего круга И его бы оставили в покое Он бы в своем Нашел окружении Кого-то Ваша честь Я просто хотела Привить ему Какие-то свои цены Не привьете Ну я думаю Ну не научите вы Пылесос варить кофе Это будет либо плохой пылесос Либо кофе будет плохой Но не получается Вот из такого Объекта То что вы хотите Я думала что получится Я думала что Противоположность И сейчас думаете И сейчас вы хотите Сохранить этот брак На тех же основах Вы знаете Я поняла что Мне никто не нужен Кроме него Потому что Даже своего бывшего Я теперь воспринимаю В другом контексте Что полюбили Да полюбили Ты же такой красивый Ты же такой сильный Он настоящий мужчина Я оказалась Хорошо А вот он сейчас говорит Что у него новая девушка уже Это для вас новость? Нет для меня это не новость Потому что Никита я знаю Что ты спал с Катей И в принципе Я тоже к этому причастна Я сама тебя спровоцировала Вместе с ней Как сама спровоцировала? Ваша честь Я хочу вызвать свидетельницу Это моя подруга Екатерина Макарова Я думаю сейчас станет все ясно И вам И тебе Никита Да Екатерина Макарова уже ожидает Пусть проходит в зал Надо договариваться Настоящий мужчина Ваша честь Меня на самом деле Очень сильно поразило Потому что он решил Вы свидетель Макарова? Да Пройдемте пожалуйста Я поняла что я люблю его С такого нужно выходить в зал К ответчику Проходите рядышком Здравствуйте Вы Макарова Екатерина Да Хорошо Ответчик Помогите пожалуйста Своему свидетелю Начать Суду что-то говорить Я сказала Никите Что я знаю Что у вас будет с ним Ну да Ваша честь У меня с Никитой Действительно был интим Теперь Никита Разводится с Аленой И хочет остаться Ну якобы со мной Но на самом деле Мне Никита не нужен Это всего лишь Навсего был спор Дело все в том Что когда Алена вышла За этого красавчика Ну у них началась бытовуха Семейная жизнь А потом со временем Начались ссоры Скандалы И Алена мне об этом Рассказала Говорила еще так же Что у них в постели Уже все сошло на ноль Ну а я и говорю Как у вас может быть что-то Если Никита засматривается На других девушек Но Алена мне не поверила Сказала что это все ложь Чушь Что Никита любит только ее Ну и я предложила ей поспорить Сказала что я подкачу к Никите И пересплю с ним Ну Алена конечно Меня тогда задела Такой вколкой фразы Что я не в его вкусе И он на меня не поведется Она была уверена В своем супруге Ну была уверена Но не совсем Короче мы поспорили Я начала клеиться к Никите Флиртовать с ним Ну а потом Один подходящий момент Я приехала к нему домой Когда Алена не было Разделась Ну и у нас все произошло Я не понимаю Ваша честь Как можно так вообще Поспорили на вас Что бы не мы Поспорили на 200 тысяч Ох как хорошо то Ну да Ну на самом деле Мне эти деньги нужны были Чтобы открыть новый фотопроект Я просто фотограф Алена Витальевна А такие средства То у вас Ничего на спор Выбрасывает 200 тысяч Люди копят эти Несколько Десятилетий Такие деньги Ну я проспорила Я должна была их отдать А чего вы добивались то Я хотела его проверить Действительно ли он меня любит Ну за такие деньги Ну как выяснилось Он оказался безотказным И вообще с чего ты взяла Что ты мне вообще нужна Что я на тебе жениться собирался Здрасте А кто же еще И вообще знаешь Я лишний раз убедился Что вот развод с Аленой Это именно то дело Которое нужно завершить И я Подождите Так вы же говорили Что у вас есть другая Вот что у вас есть другая Как я понимаю Девочка Знаете ваша честь Я хочу пригласить Одного свидетеля Она который сейчас Все нам расскажет Здесь все правду Это Ирина Ирина Жданова Хорошо Пусть Жданова Ирина Пройдет в зал суда Когда я принимаю решение Я его принимаю раз И навсегда Пожалуйста отвечу Займите свое место Не будет у нас ничего Я хочу Сейчас выслушать свидетеля Здравствуйте Свидетель Жданова Я За то Чтобы этот брак Не сохранять Брак Никиты и Алены Потому что я считаю Что этой женщине Этот мужчина не нужен Мы подруги все Со школы еще Соответственно Мы делимся всегда Обсуждаем понятно Что и мужчины Подруги с кем вы Простите Вот с этими девушками Втроем А вы все подруги Как хорошо Соответственно Мы все обсуждаем И мужчины И все события Наши интересные в жизни И вот буквально Месяц назад У меня на кухне Алена сидела И твердила Что ее мужчина Что он тупой Что он дурак Что она его не любит Ее мужчина Это вы имеете ввиду Ее муж Ее муж да Никита Поэтому Ален Я вообще не понимаю Зачем Зачем ты мучаешь Просто Никиту И себя мучаешь Ты не любишь Этого человека Ты должна Ты просто себе Должна помочь Ты пока ты замужем Ты не можешь Для себя какой-то Новый путь Какую-то новую Дорогу открыть Ты пока Замужем Может другой мужчина Смотрит на тебя И рад бы с тобой Вместе быть Ты пойми это Ты должна просто Себе помочь Отпусти ты его Я не понимаю Вообще Почему ты сюда пришла И почему ты на его стороне Ты думаешь что Я не понимаю Как мне принять решение Без чужих подсказок Ваша честь Вы поймите Я просто хочу ей помочь Потому что она Она просто Ты просто должна Себе не мучить Ни себя Ни Никиту Ни меня В конце концов Ты тут Причем Ты можешь мне сказать Причем тут ты Да потому что Я наверное одна Единственная Кто любит здесь По-настоящему Никиту Я это понял Просто может Ты не знаешь Некоторых вещей Но в тот момент Когда они познакомились Она хвостом Крутила постоянно То да То нет А вот знаете Я увидела Никиту И я сразу поняла Что это мой родной человек Мне он сразу понравился Таким какой он есть Мне не надо было Чтобы он книжки какие-то читал Еще что-то Поэтому у нас все было До вашей свадьбы Но потом Алену клюнул Жареный петух Она вспомнила Что вот есть такой мужчина Который к ней внимание проявлял И объявилась Но к сожалению А его кто клюнул? Да Действительно Альфа-самец Всех моих подруг И приходовал Да Просто ты не понимаешь Что ты Ты просто взяла И увела его Просто А я любила его И люблю до сих пор Ира Я знала Что ты с ним спала Представь себе Я это в этом увидела Послушай Алена все знает Про тебя Про Никиту Я не удивлюсь Что ты не познала мне А я рассказала ей Ну мы же подруги Ну понятно Ну послушай Ален Вот на самом деле Я пришла сюда Чтобы как-то помочь Спасти твой брак Но я вижу Что Никита тебе Вообще не нужен На кой черт Он тебе сдался Вот хоть одна умная мысль Никита Отпусти ты его Она вышла на него замуж Она Я не забираюсь с ней Как раз таки Да мы вообще с ней Такие спорщицы Ваша честь На самом деле Было все как Сначала Никита Начал клеиться К Алене Ну потом Через какое-то время Она дала заднюю И Никита переключился На Иру Ну вот И Алену Это задело Ну и она мне сказала Что отобьет Никиту И на себе женит Я сказала Что это невозможно Потому что у них Вроде как Серьезные отношения Начались А Алена взяла его В оборот И женила на себе Поэтому Я ей заплатила 200 тысяч Никит Как ты думаешь На какие деньги Она коллекцию новую Пошила после свадьбы На две самые Да вы что вообще что ли Охренели Я не понимаю Зачем Послушайте Потому что Этого не хватало Как можно спорить Вообще на людей Я что вам Игрушка какая-то Что ли Поспорили на меня А Я сразу понял Что с этой женщиной Что-то не то Ваш честь Всегда накрашенная Всегда такая себя Всегда такая гламурная Вот ее можно назвать Не знаю Я бы ей дал Такое определение Как кукла Вот просто куколка Никита Анатольевич Что вы ее называете Вот эта женщина Что вы не понимаете Вы женились на этой женщине Вы ее выбрали Она такая была Ну что если бы я знал Значит вы такие выбирали У вас была возможность Соединить свою жизнь Вот с этой женщиной Вы переметнулись На эту Потом переметнулись На эту А сейчас вы говорите Какие-то они все Не очень Потому что так ведут себя Поступают Как так можно Я что Разменная монета У меня вот к вам вопрос Алена Витальевна Алена Витальевна Вы сегодня назвали Столько недостатков Вашего супруга Столько несоответствий Скажите пожалуйста Вы сейчас может Наспор не хотите Разойтись-то с ним Нет не хочу Тогда я Поспорьте еще раз То ли должно быть Да я не хочу Наспор Ну правда Никита Я просто запуталась Но у меня раньше Много было мужчин Я думала Что все они Для развлечения Я никого По-настоящему Не любила Собственно Сейчас Никита Открыл мне глаза На то что я должна Ценить то что я имею Потому что Вот он сказал Что я своим поведением Калечу судьбы Я прежде всего Свою судьбу Покалечила Никит я не хочу С тобой разводиться Пожалуйста Алена Я тебе уже сказал Все У нас все закончилось Ну я тебе обещаю Что все будет хорошо Ну потому что нужен Девочка Ну серьезно Нет Я ничего не хочу С тобой иметь Никаких дел Ваша честь Вы может быть Мне не верите Но я его люблю Я поняла это Потому что Да мне даже без него Кусок в горло не лезет Я на 5 килограмм Похудела Я постоянно скучаю По нему Я хочу чтобы он был рядом Пусть даже со своими Всеми этими интересами Я хочу чтобы он был Со мной Вы хотите чтобы он вас любил Или чтобы он не любя Вас был с вами Нет я хочу чтобы он любил А если он вас не любит Ну если он любит Иру Что вы плачете Что вы пытаетесь сейчас Разжалобить меня Я то вам могу поверить Но поверит ли вам ваш супруг Настолько чтобы опять Начать вас любить Потому что насколько я понимаю Он просто вас уже не любит Ну конечно Мне теперь уже после всего Доверять не имеет смысла Но Никит Если ты все таки любишь Иру То Оставайся с ней я Я не буду держать на тебя зла Обиды Я теперь понимаю Что я должна тебя благодарить За то что Именно Ты мне показала Что такое любовь А вы Никита проверьте Если эти подруги крепко дружат И таким образом свои дела ведут То посмотрите как бы и в этот раз Вы не стали бы жертвой спора Суд удаляется для вынесения решения Прошу всех встать Далее в программе А его заработки извините конечно Но совсем были нестабильны К тому же в последние годы он вообще ничего не зарабатывал Просто валялся на диване В очередном наркотрите Да 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 Наркоман Все понятно с тобой Регулярные измены Бесконечные тусовки Наркотики и алкоголь Вот главные составляющие Супружеской жизни Александра Корнеева и его жены Стриптизерши Нины Чуть не скончавшись от наркотиков Мужчина решил начать новую жизнь Сегодня он требует развода И хочет забрать 12-летнюю дочь Которой не место рядом с матерью Наркоманкой Прошу садиться Оглашается решение суда Суд вынес решение Иск удовлетворить Брак между супругами расторгнуть Суд расторгает брак между супругами Потому что судом установлено Что дальнейшая совместная жизнь супругов И сохранение семьи невозможны Вам же истец Я рекомендую быть очень осторожным С еще одной подругой Потому что видите как Вот у вас с этим трудовым коллективом Не складывается Попробуйте все-таки У вас больше возможностей в фитнес-центре Попробуйте посмотреть по сторонам Может быть там вы найдете человека Который будет действительно идти с вами по жизни Судебное заседание объявляется закрытым Все, 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 отстань Все, уберите Не хочу Покуйся Найдем с этим Мужик Субтитры создавал DimaTorzok Слушается дело по иску Корнеева Александра Петровича Корнеевой Нины Тимофеевне О расторжении брака И об определении места жительства ребенка Светланы Корнеевой 12 лет вашей дочке Ответчик Корнеева Нина Тимофеевна С иском о расторжении брака И об определении места жительства Не согласна Вы прожили в зарегистрированном браке 13 лет У вас есть дочь, как я уже сказала Светлана Корнеева Ей 12 лет Спора о совместно нажитом имуществе У вас нет Значит у нас дело слушается С участием представителей органов опеки и попечительства Крамаренко Татьяна Борисовна Мы начинаем сейчас с СЦА Александр Петрович Вы указываете причину развода После этого мы выслушаем свидетелей Которых вы заявили в этом процессе Ответчик выскажется И обязательно мы выслушаем мнение Представителя органов опеки и попечительства Потому что заключение этой организации Необходимо нам, чтобы решить вопрос с ребенком Но начинаем пока с вас Ваша честь 13 лет брака Мы с супругой работаем В системе шоу-бизнеса В системе праздников Я ивент-менеджер Моя благоверная стриптизерша В элитном стриптиз-клубе Это постоянные тусовки Это постоянные пати Веселье Наркотики Алкоголь Это ужасно на самом деле Случилось несчастье Мы с супругой ждали второго ребенка И Случился выкидыш Я решил Да что решил Испугался наверное И Наркотики, алкоголь Очень много Хотел забыться это все И случился передозировка Передоз называется Клиническая смерть Черный коридор Свет Прямо вот как все В кино показывают А справа увидел отца Которого 16 лет потерял И он мне говорит Если ты не остановишься То тебе год-полтора Все Ни ни и того меньше Если она не перестанет Так жить И ваша дочь останется Без родителей Когда себя пришел Конечно я понял Что это Все это Стоп Надо останавливаться Решил все начать С чистого листа Забыть все это Я не употребляю наркотики Не пью Не курю Все От всего решил отказаться Потому что действительно страшно Это действительно Предел Поэтому Все решил начать Заново По-настоящему Это же потребовал Конечно же И у супруги Одумайся Но Нина Ничего Не хочет менять После потери Нашего этого Второго ребенка Она продолжала Работать в третийсклубе Ну как так можно Я поставил ультиматум Либо Семья Либо твоя работа Она уволилась Устроилась Работать в кулцентр На телефоне Через 4 месяца Я узнаю Что не работает она там Там она отработала Неделю И вновь перешла Устроилась в другой Стриптиз-клуб Где продолжает Делать то же самое Но это предел Но это стоп Но куда Я понял что Что я не хочу жить С такой женщиной Которая опускается Все ниже и ниже Я Не учитель Нины Она взрослая Умная дама Она сама знает Как быть Но она выбрала Это направление Я выбор Сделал свой В пользу семьи и дочери Она выбор сделала В пользу Разврата В пользу этого всего Поэтому я Я решил Не продолжать Больше жить С Ниной Я решил Развестись Оставить дочь у себя Потому что Категорически против того Чтобы оставалась Дочь с Ниной Дочь должна быть со мной У меня есть Трехкомнатная квартира У меня есть Все условия Я все свое время Отдаю дочери Я по образованию Финансовый работник Вот сейчас Ищу работу Поэтому Разведите нас И оставьте дочь со мной Хорошо Александр Петрович Я поняла Ваши исковые требования Теперь я хочу Обратиться к ответчику Ответчик Претензии мужа Справедливы Несправедливы Свою позицию Пожалуйста Излагайте суду Да, Ваша честь Я согласна С разводом Разводите нас Поскорее Пожалуйста Но дочь свою Я вот этому человеку Не отдам Вы не представляете Александр уже просто В конец офигел Ведь это он Меня устроил В этот клуб Когда-то работать Убедил меня В том, что это необходимо Я согласилась Потому что Кроме как танцевать Я ничего больше не умею Я вынуждена была Туда пойти А его заработки Извините, конечно Но совсем были нестабильны К тому же В последние годы Он вообще ничего не зарабатывал Просто валялся на диване В очередном наркотрите Да, да, да Наркоман Все понятно с тобой Он даже ребенка не мог Ни покормить Ни уроки проверить Это просто дикий трэш Он четыре раза Его забирали в наркологию Он месяц максимум держался А потом снова срывался И снова, снова Все это по кругу Он меня обвиняет В имморальном образе жизни В дурной профессии А каково было дочке Вот с таким вот папочкой Наркоманом Дома находиться Скажите А вы оставляли ребенка С человеком Который находился В состоянии наркотического опьянения Ну у меня просто Больше не было Никакого выхода Я вынуждена была У нас вообще была Однажды такая ситуация Что Как-то вы были вынуждены Но это недопустимо Если человек находится В состоянии наркотического опьянения Выставляете ребенка с ним Вы подвергаете жизнь Ребенка опасности И у меня кстати к вам вопрос А употребляли ли вы наркотики Когда ребенок выходил с вами Нет, нет, ни в коем случае Нет И просто К чему я веду Это к тому, что Муж употребляет наркотики Прошу зафиксировать Что она отказывается Что не употребляла наркотики Это прям важно Употребляла еще как Не о том речь Сейчас я говорю о том Что Светочка нашла У папаши своего наркотики И потихоньку Принесла их в школу Просто подружкам похвастаться Представляете себе И учительница это заметила И был ужасный скандал Вызвали органы опеки Попечительства И полицию привлекали И нас даже чуть не лишили Родительских прав Вот из-за него все То есть это все зафиксировано Да? Ну да Хорошо Скажите пожалуйста В данный момент Вы работаете сейчас В клубе в каком-то Да? Танцевальном Да, я действительно работаю танцовщицей Но я не вижу в своей профессии Ничего дурного Ничего ужасного Как тут выставляет это все мой муж Ничего Он говорит, что вы пьяная И под наркотиками Это делаете Я думаю, что Те сложные гимнастические трюки Которые вы выполняете Просто невозможно Конечно Это просто реально Состояние алкогольного опьянения Конечно Хорошо Скажите пожалуйста Дочка ваша Она Вот ну вы все-таки взрослая женщина Дочка ваша Она понимает Чем вы занимаетесь Она понимает Тонкости этой профессии Не травмирует ли это ее психику? Нет У нас со Светочкой Полное взаимопонимание Она все знает Она понимает Почему вот так все это происходит Она совершенно адекватно Воспринимает эту ситуацию Ничего такого плохого В этом нет К тому же Я трудоустроена официально По трудовой книжке И у меня есть Справка о доходах Я могу содержать ребенка И себя Вот вы можете посмотреть документы Хорошо У вас в трудовой книжке Что написано? В трудовой книжке написано Танцовщица Танцовщица Да-да-да-да Вы тебе добры Предоставьте пожалуйста документы Сейчас же Да Официально я трудоустроена И ничего плохого в этом не вижу Потому что Даже организован в России Профсоюз артисток стриптиза И с 2015 года Создана ассоциация Стрип-клубов России Вы не оправдываетесь Потому что Если бы эта деятельность Была незаконной То вы бы отвечали Не передо мной И даже не перед своим мужем Вы бы отвечали по закону А если эта трудовая деятельность Разрешена на территории нашей страны Значит у вас это рассматривается Как ваше место работы И вы имеете постоянный доход Да-да Имею постоянный доход 70 тысяч рублей Поэтому я могу содержать свою дочь У нас также с мамой Прекрасный дом В ближайшем Подмосковье Он большой Там для Светочки Все условия А мама ваша в здравии В добром Она может помогать вам воспитывать дочь Вот я ночью например работаю Я весь день могу сама находиться с дочерью Но если меня там по каким-то причинам нет Моя мама может за ней последить Все это прекрасно А если мама не захочет Что это такое Вы прямо на маму Так сразу до зона Будете следить за дочерью А мама придет и скажет А я не хочу Нет-нет Мама моя с ранних лет Уже со Светочкой занималась Она даже Может быть Нам очень помогала в воспитании Она конечно же Только за Только поддержит И я прошу пригласить Мою маму в качестве свидетеля Теща действительно бабка хорошая Она действительно все помогает делать Но она же не вечная Ну чего уж там говорить Да и вы тоже не вечные Конечно Мы все не вечные Все очень не вечные Скоро развалятся А на бабушках у нас Вся планета воспиталась Да я не бросил Вся наша страна Это все мы воспитанники Наших бабушек Но родители должны быть А родители да Родители работают в этот момент Единственная надежда На любовь, заботу Это вот наши бабушки Поэтому бабушка рассматривается Всегда как член семьи Принимающую участие в воспитании детей Согласим Хорошо пригласите пожалуйста нам Рузанову Ольгу Викторовну Мать ответчика в зал Хороший-то хороший Но надо чтобы родители Да лучше с бабушкой И со мной с тобой наркоманом Вы свидетели Рузанова? Да Пройдемте Да, да Ага Ребята, только по больницам Да Ага, я зарабатываю А ты валяешься в клиниках Здравствуйте, Ольга Викторовна Проходите пожалуйста Занимайте место рядом с дочерью Ваша дочь вот сейчас возражает Против того, чтобы ребенок После расторжения брака Оставался с отцом И аргумент у нее Что вы прекрасная бабушка Что вы будете помогать в воспитании Ребенка Готова ли принять на себя вы такие обязанности И вообще как у вас контакт с вашей внучкой Конечно, ваше честь Расскажите мне об этом Я считаю, что моя внучка Светочка Должна остаться со мной И с Ниной Практически я ее вырастила У меня большой дом в Ближнем Подмосковье И Света до школы находилась постоянно со мной Это я научила ее читать и писать рано Привела ей любовь к литературе Она много читает Она вообще хорошо воспитанная девочка Если вам показалось, что Нина какая-то гулящая барышня Из дурной семьи То это далеко не так Нет, мне так не показалось У нас очень интеллигентная семья Я в прошлом руководитель поселкового дома культуры Руководитель хореографического коллектива Мой покойный муж музыкальным работником нашего ДК был А я всю жизнь отдала искусству хореографии И девушку воспитали, это хорошо Ниночка танцевала у меня в ансамбле Она была солисткой Она была такой юной звездочкой У нее было большое будущее в хореографии Вы знаете, из области И даже из самой Москвы приезжали на нее смотреть Она с отличием закончила школу И собиралась поступать на хореографическое отделение И вот когда она поехала в Москву подавать документы Вот тут началась в своей жизни черная полоса А сейчас, после того, как Нина потеряла второго ребенка Она совершенно изменила свой образ жизни Она не пьет, не курит, ничего не употребляет То есть раньше употребляла наркоту? Нет, она и раньше не употребляла Кому как не тебе это знать Она сейчас всю жизнь посвящает воспитанию Светочки Стараясь наверстать упущенное А то, что она танцует в клубе Ну, надо как-то деньги зарабатывать на содержание ребенка И потом это всего лишь красивые танцы У них нет ничего предусудительного И никакого разврата Да что вы говорите? Ну, что такое танцы в Стретис-клубе? Я вот не хотел говорить Но, наверное, приходится Потому что танцы в Стретис-клубе Есть приватные танцы Есть оказание дополнительных интимных услуг клиенту И Нина 13 лет это практиковала В каждом Стретис-клубе это есть Есть эта возможность В приватную комнату ушел Деньги дал Я отказываюсь И как вот можно Как можно вот с этим Ваша честь Я отказываюсь в этом верить Ну что, вы с ней в браке состояли И она, как вы сказали Там делала А вы это ежедневно приветствовали? Не приветствовал, терпел А мне кажется, что вы ее оговариваете Мы этого не можем Это не может быть, Ваша честь Вот есть пределы Хорошо, Нина Тимофеевна Я вам задам вопрос Потому что обязана его задать Скажите, в вашей практике случались Оказание интимных услуг дополнительных клиентам За деньги Ваша честь, ну конечно же нет Это все просто больные фантазии Моего ненормального муженька Конечно же, такого никогда не было И я просто хочу, чтобы вы мне поверили И поняли, что за человек мой муж И что с ним просто нельзя ребенка оставлять И прошу пригласить сюда моего свидетеля Галину Торцову Пригласите, пожалуйста, Торцову Взять маленькую девочку А с кем с тобой? С Саргаманом оставить? Ну что, блин такой Ну может быть, раз А что ты Вы свидетель Торцова? Пройдемте Да не один раз Что ты врешь-то? Он же ведь не понимает, что вы делаете Нет, она все понимает Я все ей объясняю Нет, нет Здравствуйте Торцова Галина Михайловна Галя, привет Галина Михайловна Значит, смотрите Здесь у нас бракоразводный процесс Но вас пригласили не только по этому поводу Вы еще должны высказать свое мнение О том, с кем из родителей В случае расторжения брака Будет оставаться ребенок И какие-то за и против Вот вы выступили на стороне ответчика Значит, как-то поддерживаете ее позицию Ну, поясните Какие-то случаи расскажите Ваша честь Дело в том, что Я очень хорошо знаю Нину Мы с ней 4 года вместе проработали в клубе И этого времени мне лично было более чем достаточно Чтобы понять, насколько она прекрасный человек Хорошая мать и хозяйка И если спрашивать о моем мнении С кем должен оставаться ребенок То, конечно, только с ней Потому что Саша это человек Который не приспособлен Не то, что к воспитанию детей Он к жизни в принципе не приспособлен Он абсолютно раздолбай Мы когда работали у нас в клубе Девочки все были достаточно творческие Профессиональные танцовщицы Выпускницы училищ И когда девочки узнали Что Нина в отличие от них замужем Все были так удивлены Какой нормальный муж Отправит свою жену работать с рептиз Будет жить со сознанием этого факта Работать только девочки Это то есть плохое место По-твоему, да? Это место прекрасное Не каждый мужчина может с этим смириться Поэтому существует Как бы вот Девушки молодые работают Меня как раз это не особо интересует Меня интересует Были ли случаи Оказания интимных услуг посетителям Со стороны ответчицы Ни о каких интимных услугах В клубе речь не шла Потому что этот клуб Это просто была наша работа Работа, на которой мы зарабатывали деньги Потому что мы живем В жестком городе, в Москве И одним искусством Сыть не будет Хорошо Вы мне это сказали Значит, в проституции Там занятий не было Нет, нет, нет Хорошо, скажите, пожалуйста В семье, если вы знаете семью Как истец относился к ответчице? Как супруг он был? Хороший, внимательный, добрый, справедливый Или наоборот, тиран и деспот? Вот это мне вот расскажите Он никак не относился Он лежал на диване И все, для чего он ее использовал Это как средство добывания денег Ему нужны были ее деньги Потому что на ее деньги Он мог выпивать Он мог принимать наркотики И он мог вести Достаточно богемный образ жизни Все Галина Михайловна Нам говорили, что он изменял А ваша подруга Употребляет наркотики? Употребляла? Пьет? Нет, я не видела Но это невозможно Но физически невозможно Когда человек весь день Крутится, как белка в колесе Я же наблюдала за ее жизнью Ну когда ей это делать? Ну как, если Теща сама Только что сказала Что она перестала это делать? Ну, есть слова Она перестала курить Человек говорит слова Не задумываясь А потом поймете Хорошо, мы выслушали сотрудника этого клуба Сотрудник не подтвердил ваши опасения Вам бы жить дорадоваться Хорошо Я это уверен Татьяна Борисовна Сейчас мы хотим выслушать мнение органов опеки и попечительства Вы наверняка что-то нам дополнительное хотите сообщить? Да, я хочу Во-первых, я начинаю с того Что мы подаем иск о лишении родительских прав обоих родителей Вот это вот у меня заключение наркологической экспертизы В отношении как матери девочки, так и отца По заключению экспертизы оба и Александр Петрович, и Нина Тимофеевна больны наркоманией Это официальные документы, официальные экспертизы И тот и другой наркозависимый Кто? Поэтому оставлять с ними ребенка нельзя никак Мы не первый раз уже встречаемся с этой семьей Изначально наше общение свелось Мы даже не знали о том, что они наркозависимы Нам просто поступило заявление о том, что ребенок по ночам находится в зале стриптиз-клуба Там заявление было из школы Когда Нина Тимофеевна говорит, что девочка все понимает Девочка ничего не понимает Потому что она в школе просто показала, как красиво танцует ее мама Что совершенно нормально до 12 лет Ну естественно сообщили нам, и дальше уже все, ниточка потянулась И поэтому мы считаем, что ну никак нельзя оставлять с ними ребенка Потому что нахождение с ними это постоянная опасность для ребенка Жизнь ребенка и ее психика находятся в опасности Второе, это материально, это деньги Папа у нас не работает нигде Мама, да, действительно оформлена по договору И действительно получает 70 тысяч Но этот договор, он на год Это не постоянная работа Что будет дальше, никто не знает, продлят с ней этот договор или нет То есть если с ней договор продлен не будет, соответственно денег этих не будет И на что она будет Ну значит устроиться в какое-то другое место Ну кто знает, что будет дальше Мы не знаем, что завтра будет Правильно, никто не знает, но ребенка-то на что-то ей содержать в дальнейшем надо Ну значит устроиться еще что-то будет делать Да, много еще случаев таких, которые в общем доказывают, как они действительно относятся к ребенку Когда девочке было всего 4 года Они поехали всей семьей в Амстердам И то ли забыли, то ли потеряли ребенка в аэропорту Притом не в российском, а в Амстердаме То есть при всем желании Четырехлетняя девочка Объясниться в чужой стране, кто она и что она, она просто не могла Было, было Второй был случай В 7 лет сбежала из дома Света Так мама с папой хватились о том, что ребенка нету только на третий день Да нет, там не так все Мама ее привела милиция Ну не так, она пошла к подруге Ну и последний у нас случай Это вот о чем они говорили Это было полгода назад, когда девочка принесла в школу наркосодержащие средства Она не показывала, она предлагала Полгода назад, да? Да, она предлагала это ребятам Ну естественно мы стали сразу принимать меры И сразу пошла вот Учителя сразу заметили Ну конечно, да Хорошо еще учителя вы такие внимательные увидели А так что там они едят? Они просто, они очень испугались, потому что она предлагала ребятам Погибли бы дети, конечно В том числе Что и дело, да И поэтому наше заключение такое Вне зависимости от того, разведется, разведутся они или не разведутся Ребенка с ними оставлять нельзя И мы подаем иск о лишении родительских кров Хорошо, Присеп, я попрошу Это не решение? Моего свидетеля Альба Дмитриевича Пастушина Если Пастушин ожидает, пусть проходит в зал Я лечусь сюда-сюда, то есть это же еще не факт, что у нас заберут ребенка, правильно? Вы свидетель Пастушина? Да, это ознавание для того, чтобы вы судите Это пока только решить суд, правильно? Конечно Проходите, как ищите Ну хорошо Здравствуйте Вы Пастушин, имя отчество ваше? Лев Дмитриевич Лев Дмитриевич, здравствуйте Ну, Ваша честь, я заявляю, что якобы отец Александр не имеет прав для того, чтобы требовать, чтобы Светочка жила с ним Потому что нет никаких законных для этого оснований Ну, законное основание, то, что он отец этого ребенка, это уже законное основание Вот свидетельство о рождении, можно передать, пожалуйста? У меня есть, не надо Я знаю недавно Мы с ним старые знакомые, мы пересекались и с ним тоже Очень часто, это постоянный посетитель стриптиз-клубов, постоянный наш гость Человек, который в приваткомнатах закрывается И тот самый человек, который может подтвердить сексуальные отношения со всеми стриптизершами Ты хорошо, что его позвала Саша, у меня для тебя сюрприз Ну? Может быть и не совсем сюрприз, конечно Но дело в том, что у нас с Ниной был небольшой роман И это я, отец Светочки Вот у меня от генетической экспертизы сомнений никаких Это именно я, отец ее и она моя Подождите, чтобы это утверждать, мы можем действительно иметь основание Я попрошу пристава Где вы проводили экспертизу? В каком месте? Сейчас я посмотрю, давайте В генетической лаборатории А, это вы проводили, да, сдавали Согласие матери было произведено Нет, подожди, это как-то самое странное Странное, установили отцовство Я считаю, пристав, что имеет право истец ознакомиться, и органы опеки и попечительства Будьте добры, передайте, пожалуйста, для ознакомления 13 лет назад она мне уже извиняла Мне тогда не надо было серьезных отношений У меня прекрасная семья была, жена и двое детей И, соответственно, я не относился к нашим отношениям с Ниной серьезно Но в один прекрасный момент она пришла и заявила, что она беременна И по ее расчетам получалось, что отец ребенка я Ну, я, честно говоря, тогда и не поверил Хотя она говорила, что муж у нее якобы находился в очередном наркотрепе И с другими клиентами она не спала Я подумал, что она меня разводит И просто перестал с ней встречаться И теперь ты решил бросить свою семью и переключиться на мою, да? У меня нет больше семьи, Саша Они год назад разбились в автокатастрофе И жена, и дети Наверное, жизнь наказала забывшие грехи Но тогда я вспомнил о ребенке и появился хоть какой-то смысл в жизни Можно начать все с чистого лица, новую жизнь с дочкой Я все осознал, все свои ошибки Я хочу все переиграть, все исправить Семью ты, конечно, не вернешь Но девочке я могу дать прекрасное образование Сможет ли ребенок воспринять нового папу? Вы же понимаете, что там же уже сложившееся видение мира Сможет, сможет Я уверена, что Лева будет прекрасным отцом Мы вместе с ним и со Светочкой едем за границу И все начнем с чистого лица А за границу-то почему? Стоп, 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 какая за граница? Ты что и правда не скажешь? Галь, ты что? Подожди, ты хочешь ее сломать? Туда тебя несет? Сейчас не время об этом Галь, заткни свой рот, пожалуйста Нина, я не знала, что Светка это его дочь Ваша честь Я действительно знаю Лева Он был действительно клиентом нашего клуба Мы с ним недавно столкнулись В баре совершенно случайно выпили, поговорили Он мне рассказал про трагедию, которая у него в жизни произошла Что семья погибла Но он сказал, что по его мнению Ему дается второй шанс в жизни Начать с чистого листа Что он нашел своего ребенка И он хочет этого ребенка Он нашел моего ребенка Да, да, но он хочет этого ребенка увезти за границу Нина, не тебя Он ее забрать хочет у тебя Я ничего не понимаю Он ее забрать Скажи ей правду Лева, это правда? Правда? Тебе нужна только Света, а я тебе совсем не нужна? Нина, ну ты знаешь, мне тяжело было сказать тебе об этом сразу Я вообще не хотел говорить, пока официально не оформлю отцовство Понимаешь? Ну, действительно, я не мысли в совместной жизни с тобой Я когда сказал, что хочу жить с дочерью Ты почему-то восприняла это так, как будто я хочу жить и с тобой Тоже Но это неправда И дело даже не в тебе Ты прекрасная, красивая девушка Найдешь себе еще мужчину Прости Вот, а у меня есть Лев Дмитриевич, подождите секундочку Что это такое? Вы заходите в жизнь к другому человеку и говорите Так, что тут у тебя есть такого для меня? А, вот это вот, забираю вот эту дочку Вот это подходит мне А ты как? Это что, вещь? Она мат этого ребенка? Нет, это ребенок, а я отец этого ребенка И я действительно хочу его добавлять К сожалению, раз вы отец этого ребенка Вы должны смириться с тем, что у этого ребенка есть Будет мать, которая будет с этим ребенком И либо они в комплекте, либо никак Ваша честь Значит, у нас тут такая ситуация У мамы действительно наркомания в такой степени Что ей нельзя доверять ребенка Действительно То есть, или мы ребенка забираем Как орган на пяти Мы просто будем настаивать на том, чтобы мы изъяли ребенка Потому что оставлять его с бабушкой нельзя тоже Она живет с матерью в одном доме То есть, вот этот наркотический загул Который ежедневно видит ребенка Который оказывает на нее страшную психотравку То есть, у девочки изменилось все Она очень нервная То есть, сейчас уже дальше пойдут изменения в психике у ребенка И что она не начнет в какой-то, в один прекрасный день эти таблетки принимать Никто не может это гарантировать Она плохая мать Вот просто плохая Она наркоманка Она не может заниматься своим ребенком Это не пристрастие Это болезнь Ее надо лечить И лечить очень серьезно Татьяна Борисовна Татьяна Борисовна Вы опытный очень работник Скажите мне Девочка в порядке сейчас? Сейчас девочка в порядке У девочки есть какие-то отклонения? Или девочка здорова? Девочка на грани На грани Да То есть, по заключению нашего психолога Она не находится Она живет в психотравмирующей ситуации И вот для меня то, что появился папа Это шанс у девочки не оказаться в детском доме Ну как это так? Лева, Саша, нифигово вы устроились Хотите у меня единственное, что осталось в жизни мою дочь забрать? Все мной только пользовались Все моей добротой пользовались Если теперь хотите расстоптать и выкинуть Нет, это не получится А вам не кто-нибудь подумал? Я тут с чистого листа не могу начать У меня не перспектив на новую работу, ничего Суд удаляется для вынесения решения Прошу всех встать И себе ребенок не достанется, понял? И никому он со мной останется Она не больна, Никита Никуда Света не уйдет Тишина в зале суда Прошу садиться Оглашается решение суда Никуда, никуда Света не уйдет Жительство удовлетворить Лишить каждого из родителей родительских прав в отношении несовершеннолетней дочери В иске об определении места жительства дочери отказать Иск о расторжении брака удовлетворить Решение суда вам понятно? Судебное заседание объявляется закрытым Прошу всех встать Прости Привет, Дмитрий Не подойдите Нет, подойдите Значит, давайте тогда так Мы сейчас будем с вами оформлять временные птички А потом будем уже оформлять через два часа Хорошо, хорошо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому